Потому что те коллеги, которые в бизнесе занимаются, они более качественно и квалифицированно вам рассказывают про идеи своего бизнеса. Безусловно, это широкоформатная печать, листовая печать, тиражирование, сканирование и другие различные виды работ. Количество гипографий, которые на сегодняшний день на рынках в городе Екатеринбург-Убрестан, практически сформированы. Был рейт немного побольше 2008 году, буквально 5-7 предприятий, но на сегодняшний день это практически сформировалось. Ее динамик, начиная с 2010 года, она практически постоянна. Ставим для себя задачу по мониторингу данной услуги. Соответственно, нам в мониторинге помогает, в том числе, проводить студенты РУЕО, за что я надеюсь, это было благодарно с ним. И по итогам этого мониторинга хочется отметить, что мы в первой услуге, когда остались на городе 2011 года, происходит увеличение объема заказа сувенировки по сувенирной продукции. Это, соответственно, нанесение сувенирной символики на права народного потребления. Кружки, футболки, все, что связано с логотипами вашей компании, города, региона и так далее. Значит, основная проблема, которая была по образу, это куда свои продукции сегодняшний день реализовать. То есть, исключено того, что у нас в районе уже на дворе 21 лет, высокотехнологичные оборудования уже подразумевают, что можно печатать те или иные простые документы, визитки, фотографии уже дома. Поэтому, каким образом действовать здесь наши руководители, значит, визитки, у нас в стране визитки Максима Спас, я думаю, что надеянно остановится на своем проекте. Это взаимодействие полиграфии и футболизма. Поэтому есть определенная перспектива, есть интерес, и, скажем так, есть, куда в этом направлении развиваться. Для вас больше статей использования услуги дипографии, те респонденты, которых мы опрашивали, большая часть, это один раз в два месяца пользуются, но если это довольно-таки редко, то тоже порядка 35% пользуются услугами. Ну и оценка респондентами, что на сегодняшний день, какая наиболее важность, скажем так, составляющая при определении гипографии, безусловно, цена, это выполнение работ в точном указанном стройке, но и, безусловно, качественном печали. Здесь следует также отметить удобство места расположения вашего будущего возможного бизнеса и возможность разработки дизайна, в том числе разработки дизайна с участием вашего специального заказчика, вашего клиента. Дальше, каким образом распределилась вся эта продукция, которую выпускает наш с вами дизайнер-гипографист. Но основной все это период углов, это представительство, которые, так сказать, визитки, блокноты, приглашения, поздравительные открытки, все, что связано с символикой вашего предприятия, ваших коллег по бизнесу и так далее. Реклама проходит в статье книжного продукта. Мы приблизительно соревновали, мы соревнованы следующим образом. Есть у нас в обрасли одна ассоциация, которая называется Камилот, некоммерческая подмеска, которая традиционно, ежегодно собирает форум полиграфистов. И буквально на прошлом неделе мы приезжали в поселок Кургамо, соответственно, где проводился очередной форум по полиграфии. Порядка ста человек присутствовал, в том числе другие регионы, такие как Уфа, дальше Пашкирия, приезжали с северов, с Канты-насийского автономного оборота. То есть география от этого форума достаточно насыщенная, поэтому если кто не знает о данном геоменческом подмесе, мы готовы введать контакты, чтобы в дальнейшем вы посвятили в том числе и своей желании, стремлении, умения на развитие данной образы. Ну и перечень документов, которые необходимы для открытия любого бизнеса, для всех направлений он стандартный, но, значит, если вы имеете помещение, то, безусловно, должен быть документ подтверждающий, либо это право собственности, либо это договор аренды. Если это производство на площадке, то, соответственно, мы понимаем, что это не жилой объект, или свидетельство о праве собственности, там, я хочу повторить, это договор аренды, свидетельство о государственной регистрации, юридического лица, либо физического, свидетельство о постановке на учет налогового в органе представления, предъявления в органы в господозор, в господозор, в администрацию города Екатеринбурга о том, что с такого-то с 1 марта 2012 года вы открываете типографию «Маяк», что она будет расположена в Ленинском районе по такому дарусь. Это носят чисто поведенительский характер, поэтому никаких контрольных функций, никаких фискальных, скажем так, мер, мы, администрация города Екатеринбурга, на наш малосредний бизнес не накладываем. Ну и, безусловно, хотелось бы сразу же подшипнуть то, что есть уже сформированный рынок в городе Екатеринбурге, мы с вами не должны забывать по нашему с вами клиенту, то есть по нашему с вами потребителю, наличие обязательно информационного стенденса, указание полностью всех контактных телефонов, учреждений документов, в общем, вся информация, которая должна быть в вашем предприятии, она поставлена на следующем слайде. Ну и, безусловно, книга розыгрыша и предложения, это тот катализатор, тот инструмент, благодаря которому вы сами можете мониторить ситуацию на своем предприятии, уехать в командировку, доверить бизнес вашим партнёрам, и так далее, то есть вы приходите на свой день, отбиваете книгу, если там только положительный розыгрыш, то, безусловно, это достаточно хороший катализатор. Если есть какие-то претензии, то есть о чём подумать, есть о чём задуматься, и, скажем так, некие коррективы свой бизнес внести. Но, коллеги, пожалуй, наверное, вся информация, которую я вам хотел сказать, сейчас повторюсь, мы поддерживаем любой проект, который будет в дальнейшем проходить в этом замечательном университете, который предоставит любую информацию, потому что тот человек, у которого есть информация, практически владеет всем, может быть, не нервом, но, как минимум, его отдельной частью, поэтому, хорошего вам вечера, ну и надеюсь, что та информация, которую вы подчеркнуете, для кого-то из вас станет определенным гарантом успеха в вашем дальнейшем бизнесе.